всем самого доброго времени суток и решила я снять недельный влог наверное таких влогов у меня вот где бы охватывала прям всю неделю еще не было поэтому будет я думаю интересно сегодня отправлюсь по магазинам неделька обещает выдаться такой знаете насыщенной в плане того что много мне разных мест нужно посетить потому что у меня вот уже буквально на носу и день рождения еще у нас будет поездка сегодня я непосредственно отправляюсь по магазинам у нас здесь и скидки какие-то начались ну и плюс мне много чего нужно с собой поэтому сегодня пойду смотреть и возьму вас собой возможно что-то получится даже поснимать вот вам даже в афинах пример да оливковое дерево и куча куча мелких оливок которые уже собственно отвалили с этого самого дерева пока иду по достаточно спокойному такому местечку где еще магазинов нет и соответственно куча народа расскажу наверное о недавних событиях вчера ходили не гламурная такая тем когда вчера ходили на чистку ушек моих то есть что я сделала я любитель ватных палочек но оказалось что как бы я это знала но руки все равно тянулись называется рукам покоя не было и вот я решила почистить себе соответственно ушко но я ее так туда вогнала и слух потеряла по 10-бальной системе я ловила где-то наверное на двоечку поэтому понадобился врач и я уже кстати я уже чистила здесь уж и соответственно в греции когда я приехала мой самый первый здесь сезон я накупалась прямо что называется и в хвост и в гриву из головой и все на свете и тоже мне уже приходилось делать чистку как сказал врач бывает люди которые вообще ни разу за всю жизнь не потребуется какая-то чистка ушей но вот в моем случае есть предрасположенность к всему вот этому поэтому каждый наверное семь-восемь лет будет возникать такая проблема ну что я хочу сказать насколько зашел прогресс то есть когда я первый раз здесь в греции ходила на чистку то как-то даже мне ничего не показывая врач вытянул все это дело и выписал мне какие-то капли капать и также сказал не мочить ухо было на этом все вчера же когда мы ходили прям ну для меня что называется был восторг потому что кто-то там паркуется отойду немножко во первых такой сервис шикарный посмотрели посмотрела сначала своим светоскопом как называется сказал да проблема есть потом такую длинную как палочку да с камерой на кончике то есть поместил мне в ушную раковину я сама смогла посмотреть сделать фотографии всей этой ситуации чистка прошла то есть ничего мне там не выковыривали нет он ее то есть он не получался как высасывал вот этой вот машинкой пробку безболезненно абсолютно единственное ты слышишь шум и я осталась абсолютно довольны кстати что касается ухода по уши за ушами чтобы не было таких проблем использовать ватные палочки сказали только для младенцев которые они вот такие вот широкие чтобы почистить внешнюю часть естественных туда не пропихивать вовнутрь и раз в 7-10 дней закапывать три-четыре капли оливкового масла все было в шоке газ оливковое масло в этом деле очень сильно помогает погода как вы видите шикарная все цветет и пахнет птички поют зелень единственное что как бы машин припаркованных но очень много и посмотрим сколько будет людей сегодня буквально начало недели обычно весь народ активизируется все-таки ближе к выходным посмотрим вот так он и все здесь выглядит касается скидок то вот видите да наклейка 10 дней специальных предложений то есть скидок кстати если вам в греции нужна косметика духи то пожалуйста есть у нас здесь такой крупный магазин он до центра он во всех районах расположен в принципе туда фильме вообще греции здесь можно найти все начиная там я не знают носочка нижнего белья заканчивая сумками греческими марками то есть выбор здесь я бы сказала даже побольше чем в той же сифории единственное что в сифоре допустим вы можете найти какие-то редкие марки как бьюти блендеры и всякие разные тони моли и так далее вот вам пожалуйста дольче габбан скидки 25 процентов на другие марки даже веледа есть представьте на первом этаже на нулевом греческом в основном всякие такие марки типа герлена клиник и так далее мне же нужно мне же нужно посмотреть марки типа лориаль потому что мне нужна мицеллярная вода поэтому пойдем спустимся вниз так на минус первом этаже здесь уже представлены марки попроще очень часто здесь можно видеть вот такую вот акцию да один плюс один на все что только можно так вижу стенд с лориаль но не вижу мицеллярную воду на вот она вот она водичка так первый пошел почему-то на розовая а это для чувствительной кожи у меня еще такой не было хорошо отлично попробуем кстати косметика непосредственно тени помады и это находится в отдельном закрытом таком отделе сейчас развернусь вам покажу вот там севентинс видите да то есть здесь входа в центре вообще можно гулять ну веками наверно потому что здесь только всяких прибавок вот смотрите какой-то какая-то фигня извиняюсь ему французский на нос черная может масочку какую-нибудь взять вот вроде ничего же не надо то есть у меня была конкретная цель взять мицеллярную водичку и может быть сухой шампунь посмотреть как сюда приходишь такую вроде столько всего сразу надо еще нужен органайзер смотрите сколько здесь их тоже всяких разных смотри вот опять же тоже о чем я говорила вроде как не нужен у меня было сейчас вспомнила что да есть потребность вот она для косметики единственное единственное что есть напрягает что невозможно спокойно посмотреть обязательно к тебе кто-то подойдет и что-то будет тебе советовать я имею ввиду консультантов рай для волос единственное наверное спокойное местечко в этом отделе кстати у нас сейчас популярны почему-то в греке вот такие вот расчески я считаю что мы слезали у тангл тизер идея вообще полностью здесь у нас появилась сразу косметика на основе оливкового масла и даже есть продукция которая представлена и на айхер овал он органик очень интересно сегодня отправляюсь на наращивание ресниц и вот поэтому у меня собственно такой макияж макияж без макияжа и посмотрим что из этого получится к этому мастеру я пойду впервые меня если честно вот совсем честно меня привлекла цена потому что в основном по ресничное наращивание волос здесь грецы стоит 70 100 евро да у нее за тридцатку то есть за 30 евро это можно сделать посмотрим как войдет если мне понравится тогда уже наверное буду вам советовать и у нас кстати здесь такая погода прямо вообще буря-буря сейчас едем и многие деревья даже повыворачивала даже просто с корнем вот например посмотрите даже ветром какая здесь волна была перевернула просто мусорные бачки даже сейчас дождь немножко поутих но все равно результаты видны он человек ох вот так все это выглядит пасмурно то есть неожиданно так на нас накатилась такая волна дождевая ураганная всем привет сделала я реснички сейчас вам покажу вот так вот они смотрят сюда под очками наверное немножечко прибили забились а но вы учтите что сейчас я не накрашена естественно когда я при макияже они смотрятся по-человечески сейчас немножко так прям потому что вылетела как обычно в мыле из дома чтобы успеть и даже у меня нет ни тона не румян вообще ничего то есть за три секунды нарисовала брови блеском даже не то что нанесла блеск буквально пырыскнула блеском на губы уже в дверях и вот бегу а почему бегу потому что все знают что замечательные греческие почты работают только до двух тридцати то есть не такого как у нас чтобы почту там можно было и чуть ли не до девяти часов найти открытой поэтому кто не успел тут опоздал все бедные люди которые работают с утра работают с утра допустим и до пяти я вообще не знаю когда они на почту ходят потому что это нереально туда попасть еще плюс как бы очереди огроменные вот поэтому я успела влететь за я влетела в 220 но ты уже если взял вот этот вот номерок талончик то значит тебе повезло 230 то есть когда почта закрывается девушка поднимается и закрывая дверь то есть те кто вошел уже успел взять свой номерок а ему им повезло всех остальных обесе небесе кстати сейчас то вижу что люди не включат стекло пустите пустите но их не пускают еще успела съездить быстренько покраситься на камеру я смотрю почему-то очень желтым отдает на самом деле не желтый может быть где-то вам при другом каком-то освещении сниму и и вот у меня получается сегодня день рождения но в последний момент выяснилось что мне нужно лететь на почту поэтому поэтому вот так и конечно же очень много времени отбирает подготовка к путешествию то есть я ношусь по каким-то делам а вечером судорожно собираю вещи это я гнусь так потому что у нас вот видите оливковые деревья прямо прямо над головой кстати кто любит лютики ромашки и всякое такое вот пожалуйста греческая куба в конце ноября все цветет и пахнет еще хотела спросить у тех кто может быть в греции знает какие-то адреса хороших массажистов я как сказать столкнулась такой проблемой что вот даже когда делала ресницы там нужно было лежать три три с половиной часа чуть не сдохла то есть было бубик сдох мне так скрутила поясницу а в греции найти в афинах да ну так проблематичненько есть допустим в больницах уики но там прямо тебя до синих синяков таких черных синяков крутят тоже когда совсем там плачевная ситуация мне бы хотелось что-нибудь такое полегче но чтобы не прям филипинка была дал который там образование нет вообще чтобы все-таки был какой-то знающий человек а если у кого-то есть какие-то пароли явки адреса в афинах то пожалуйста посоветуйте напишите в комментариях